Добрый день, это ключевой фактор на Фактор ТВ и сегодняшний наш гость, политический аналитик Борис Навасардян. Добрый день, господин Навасардян. Спасибо, что нашли время для этой беседы. И, наверное, начнем с актуальных новостей, а их очень много сегодня. Сегодня спикер Национального собрания Армении Ален Симоньян заявил, что Армения еще не решилась с поездкой на КОП-29 в Баку. Как вы считаете, вообще стоит ли ехать армянской делегацией, на каком уровне и что это потенциально может дать Армении в внешней ситуации? Если ничего не обещают, то ничего и не дадут. Ну, есть несколько тем, по поводу которых можно рассуждать, ехать или нет. Это тема возвращения военнопленных, в каком количестве, в каком качестве, поскольку там задержаны лица самого разного калибра. И я думаю, что обязанность Республики Армения заботится о них всех, независимо от того, как наша политическая власть к ним относится. И вторая тема, это заключение мирного соглашения. То есть, можно ехать только в том случае, если подписание реалистично и реалистично именно в том формате, в каком это приемлемо для Еревана. Во всех других случаях, я думаю, ехать не стоит. Тем более, что в последнее время можно обратить внимание на то, что и Баку не особенно заинтересован, чтобы Армения участвовала. Поскольку все выгоды, которые можно было извлечь из этой конференции в Баку, уже извлек, а что-то дополнительное получить вряд ли получится. Поскольку мы видим в разных международных кругах довольно негативное отношение к проведению этого мероприятия в Азербайджане. И потому, что это страна, которая активно использует углеводороды. А это идет вразрез с политикой противостояния изменению климата. В любом случае, любое такое крупное международное мероприятие, видимо, должно проходить в стране, где соблюдаются демократические нормы и права человека. Азербайджан в этом смысле во всех рейтингах стоит достаточно далеко, даже от середины списка. Поэтому того триумфа, который можно было ожидать, когда 7 декабря Азербайджан добился проведения этого мероприятия у себя, уже не будет. А приезд армянской делегации, как об этом говорят многие также азербайджанские наблюдатели, он отвлечет внимание от тех тем, которые были бы выгодны Азербайджану. Я уверен, что обсуждаться, естественно, будут только те вопросы, которые стоят в повестке. Но что Азербайджан воспользуется трибуной этой конференции для того, чтобы сказать пару кислых слов в адресе Ивана. И поэтому именно на это они хотели бы сосредоточить свое внимание, а не на участие в конференции армянской делегации в любом составе. На этом фоне сейчас наблюдается некоторая активизация. Например, вчера директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майк Карпентер посетил Баку. И сообщается, что передал письмо Байдена Алиеву с таким пожеланием, чтобы был подписан мирный договор до конца года. То есть Азербайджан добился своего, сохранил тилитеральную целостность и прочее. Также рассматривается Азербайджан как важный мост для связи с Центральной Азией. Как вы думаете, насколько реалистично, что действительно до конца года будет такой результат, и эти усилия администрации США приведут к какому-либо успеху, даже частичному? Ну, давайте порассуждаем относительно того, от кого идет этот призыв и как к этому может отнестись Баку. Очевидно, что всего лишь несколько месяцев назад Азербайджан сделал ставку на то, что выиграет Дональд Трамп. Президентские выборы и все его поведение в последнее время свидетельствует именно о реализации этого расчета. Поэтому, скажем, до непосредственно выборов, выполнять какую-то просьбу или какое-то пожелание, или какой-то призыв Байдена Ильхаму Алиеву совсем не с руки. Вот когда пройдут выборы, и, скажем, если выиграет Камала Харрис, тогда уже президент Азербайджана начнет думать, как ему относиться к этому письму. А до этого он никак к нему относиться не будет. Скорее всего, поскольку не скрытые какие-то предупреждения, не скрытые предложения, не скрытые посулы, они сегодня никакого значения для Баку не имеют. Поэтому подождем исхода выборов. Другая сторона, откуда исходят эти призывы и, возможно, желание посредничества, это Россия. И мы знаем, что сегодня начинается саммит БРИКС в Казани. И это такая попытка консолидировать второй и третий мир со стороны России против коллективного Запада, как они говорят, и также нарастить свои усилия для активизации в этом регионе. Как вы думаете, а с этой стороны Азербайджан готов идти на какое-то сотрудничество и принять российское посредство? Я опять же думаю, что Баку будет ожидать большей определенности в глобальном раскладе сил. И эта определенность, по моим расчетам, наступит не раньше марта-апреля будущего года. Что касается, скажем, реакции, вернемся к предыдущему вопросу, Что касается реакции на письмо Байдена, здесь что-то может произойти уже в ноябре-декабре, но отношение к России как к ключевому посреднику в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, я думаю, может сформулироваться со стороны Ильама Алиева только в первые месяцы будущего года, поскольку при любом исходе американских выборов внешнеполитические курсы, внешнеполитические приоритеты администрации Белого дома, они будут определяться в течение первых месяцев нахождения в Белом доме того или иного нынешнего кандидата. И неоднозначно, как эти приоритеты будут формироваться в случае избрания Трампа или Харрис. Немножко такие поверхностные, я бы сказал, примитивные оценки, что можно ожидать одного и другого, сегодня, я думаю, они могут реализоваться максимум с точностью до 50%. Остальные 50% это решения, которые пока не существуют и которые будут определяться уже, когда администрация сформируется в полном составе. Тогда такой вопрос, который я в последнее время задаю практически всем гостям. Если представить наиболее, скажем так, хороший сценарий для армянской стороны мира с Азербайджаном. Во-первых, почему Азербайджан не идет на этот мир? Что он хочет и какие требования у него остались? И во-вторых, если мы предполагаем благоприятное международное развитие, когда можно ожидать этого договора и что он даст на самом деле? Будет ли это действительно знак того, что наши отношения... С того момента, как начались, собственно, переговоры по урегулированию после 44-дневной войны, а думаю, они стали предметными где-то в декабре 2021 года, когда к процессу активно подключился Шарль Мишель, и за ним сразу несколько лидеров ведущих западных государств, включая Соединенные Штаты Америки. Считаю, что на данный момент вполне достаточно иметь то, что называют рамочным соглашением, где отмечены все принципы и где не останется никаких вопросов относительно того, что мы понимаем под территориальной целостностью, поскольку до сих пор, скажем так, стопроцентной уверенностью, что Баку и Ереван понимают это одинаково, нет. И свидетельством того является тот факт, что в свое время, когда Никол Пашинян называл цифры относительно той территории Республики Армении, которую он считает суверенной, Ильям Алиев, если вы помните, намекнул, а пусть он назовет также территорию Азербайджана. И после того, как через какое-то время Никол Пашинян назвал территорию Азербайджана, мы ни разу не слышали от Ильхама Алиева ссылки на эти цифры. Это говорит о том, что, безусловно, у Азербайджана есть какие-то свои пожелания, которые в той или иной форме Баку будет пытаться реализовать. Поэтому рамочное соглашение только в том случае будет функциональным документом, если относительно понятия территориальной целостности не останется никаких вопросов. То есть, если там будет четкая формулировка, то, что территориальная целостность рассматривается как, какие границы существовали административные на момент распада СССР. И это будет, я думаю, единственный вариант, который однозначно будет приемлем и для международного сообщества, поскольку в 1991 году именно так и воспринимались границы между образующимися независимыми государствами во всем мире, при всем при том, что мировой порядок, он сильно меняется, при всем при том, что роль международного сообщества в разных делах как чего-то единого в последнее время резко снизилась, при всем при этом те представления, которые есть у этого условного международного сообщества, они до сих пор являются важным фактором для стабилизации нормальных взаимоотношений между государствами. В любом другом случае будут возникать риски, которые также нежелательны для отношений между Арменией и Азербайджаном. И после этого рамочного соглашения, я думаю, должен начаться процесс нормализации отношений, то есть для этого будет необходимая база. И только после того, как будут реализованы принципиальные вопросы, связанные с нормализацией отношений, это установление дипломатических отношений, это разблокирование коммуникаций, это возможности для взаимной торговли, то есть появятся интересы, которые общие для Баку и Еревана, только после этого можно говорить о реальном мирном соглашении. То есть такой постепенный, пошаговый подход к решению проблемы, мне кажется, единственным реалистичным. Вчера в Мили-Меджилисе Азербайджана была создана инициативная группа по возвращению так называемой Западной Азербайджан. Вы рассматриваете это решение в контексте тоже как часть этого процесса? Частично да, но, видимо, в большей степени это ответ, продолжающимся попыткам каких-то добрых партнеров Республики Армения сохранить в повестке международный вопрос Нагорного Карабаха и армян, которые были насильственно изгнаны оттуда. Поэтому Азербайджан пытается все время представить аргументы, которые могут рассматриваться как зеркальные и которые могут убедить, скажем, тех международных игроков, которые продолжают держать у себя в повестке этот вопрос, что лучше не надо. Если вы хотите, на самом деле, чтобы был мирный процесс, то забудьте и вычеркните это из того списка своих обязанностей, которые вы для себя в свое время написали. Станет ли это в какой-то ситуации также темой для предъявления территориальных претензий, это будет зависеть от многих обстоятельств. Сегодня, я думаю, это все-таки в первую очередь ответ тем просьбам или предложениям или требованиям Азербайджану все-таки рассматривать этот вопрос, на что Баку сегодня идти не готов. Тогда перейдем к внутриармянским проблемам. Недавно был опубликован опрос Международного республиканского института, и там довольно интересные результаты. Самая популярная политическая сила в Армении с рейтингом 61%. Это никто, да, или ничто. То есть, такой колоссальный уровень недоверия ко всем политическим силам. Плюс довольно интересный рейтинг институтов, например, силовые институты довольно показывают положительный высокий рейтинг, да. И мы видим, что политические институты, наоборот, доверие к ним постепенно снижается. Да, парламент на последнем месте. Да, при этом Армения парламентская республика, да. И что для вас самое интересное было в этом опросе? И надо еще учитывать, что это был декабрь прошлого года, да. То есть, есть ли сейчас какие-то изменения, которые в лучшую или в худшую сторону? Какие вообще впечатления от этого в целом доклада? Ну, динамика по сравнению с прошлым годом, она такая, что вот эта политическая сила, она укрепляет свои позиции. И самое интересное, скажем, в этой части то, что люди до 25 лет поддерживают эту политическую силу уже 76%. То есть, здесь мы можем говорить о процессе увеличения, да, о тенденции увеличения этого показателя. И даже, я думаю... То есть, никому не доверяют. Да, то есть, никому не доверяют или ищут кого-то нового, да, кого сегодня пока еще нет. И учитывая, что, скажем, если все будет своевременно, и парламентские выборы следующие состоятся почти через два года, я думаю, этот процент, если ничего не изменится, только возрастет. Поскольку те, кому 18-25, это будут люди, которым сейчас 16-23. Да, и если учитывать эту тенденцию, то, значит, их доля, их доля в общем числе потенциальных респондентов, она увеличится. Это, я думаю, интересно с той точки зрения, что вот есть такой сыр, да, не в мышеловке, а в клюве вороны, да, которого любая политическая сила, которая хочет что-то сделать в 26-м году, должна учитывать. И что-то такое попросить у ворон или предложить вороник, чтобы она этот сыр выпустила, и они могли из клюва, и они могли его подхватить и добиться электоральных успехов в 26-м году. Ну, пусть работают, это на самом деле очень интересно. Хотя, все эти политические силы, которые сегодня заявляют о себе, они, в принципе, уже упомянуты и учтены в этом вопросе. Это нынешняя власть, да, с ее примерно 20-ю процентами уровня доверия. Это, ну, условно прежний, да, Роберт Хотерян и Серж Саркисян со своими гарнирами политическими. И это вот фактически проевропейское или прозападное крыло, которое сегодня наиболее активно, я думаю, на политической арене, и у которой текст, он как бы наиболее свежий, да, и пока никого больше этих трех не видно, да, и если никто... Эдмон Марутиан. Ну, в вопросе он никак не видит, да, поэтому мы не знаем. Ну, называют еще Гайка Марутиана, да, кроме Эдмона Марутиана можно и эту фамилию вспомнить. Я думаю, тех, у кого уровень доверия или поддержки меньше одного процента, да, они все имеют равные шансы. И кто как этим шансом и воспользуется, это мы будем смотреть в ближайшее время. Но то, что очевидно, это пока что три политические силы, у которых есть четкая заявка на успех. Я бы не стал проводить параллель между выборами в Совет-Стареющем Ереваном в прошлом году, поскольку там все-таки многие не участвовали. Ну, и именно поэтому, возможно, главной оппозиционной силой был воспринят Айк Марутиан, да, причем с партии, которую он выбрал в последний момент. Сейчас у него уже есть своя партия, но ему еще нужно выработать тот политический текст, который позволит ему вот вклиниться в борьбу тех трех, о которых я уже говорил. А если опять вернемся к предыдущим вопросам, если мы достигнем какого-то успеха в нормализации с Азербайджаном, это может повлиять на рейтинг отмеченных политических сил? Это, безусловно, в значительной степени повысит трейдинг правящей силы, поскольку мы очевидным образом и анализируя средства массовой информации, анализируя те политические тексты, которые сегодня произносят представители правящего гражданского договора, мы можем увидеть, что их главная ставка, да, это какой-то прогресс по направлению к миру с Азербайджаном. И именно в этом они будут видеть свой главный аргумент, что та предвыборная программа, которую мы предложили в 2021 году, она в значительной степени реализована, поэтому вы можете продолжать нам доверять. Других таких аргументов я не думаю, что они могут предъявить, но есть еще один момент, который, безусловно, надо учитывать. Это относительно такой неожиданный экономический рост, связанный с расширением торговли с Российской Федерацией. Это тот фактор, который тоже может повлиять на электоральную ситуацию в 2026 году. И не факт, что это хорошо для оппозиции, которая как бы за пророссийскую ориентацию, поскольку если те люди, которые сегодня зарабатывают большие деньги на торговле с Россией, или те люди, которые являются работниками тех, кто зарабатывает большие деньги с России, они могут составить значительную часть электората, но при определенных обстоятельствах, я думаю, что именно гражданский договор может этот сегмент электората взять себе. Это будет зависеть от того, как будут складываться дальнейшие отношения между Москвой и Ереваном. Я не исключаю повторение ситуации 2021 года, когда фактически Россия, критикуя Пашиняна, при этом не сделала ничего, чтобы ему было некомфортно во время избирательной кампании. То есть повторение такой ситуации в 2026 году я не исключаю. А вот другие силы, те же самые проевропейские, это новая такая повестка в армянском политическом поле, и развитие отношений с ЕС, оно может способствовать тому, что эти силы, у которых рейтинг пока не очень высокий, они тоже могут набрать существенные проценты. Много, но повышается все-таки. Как вы относитесь к этой инициативе ЕврокВ, то есть референдума по вопросу вступления в Евросоюз? Сама эта инициатива вызывала очень много вопросов, но после того, как она тем не менее была запущена, я считаю, что она играет позитивную роль, поскольку актуализирует проблему сближения Армении с Евросоюзом. И единственный вопрос здесь в том, что мы голосуем за это только ставя свою подпись, или если будет вдруг референдум, голосуем на референдум, или мы что-то еще для этого делаем. Вот со вторым есть серьезные проблемы. Я всегда говорил, что в основном есть три направления, по которым Армения должна развивать свои отношения с Евросоюзом и показывать, что она на самом деле, не на словах, а на деле стремится к интеграции. Это, во-первых, эффективная реализация положений договора о всеобъемлющем и углубленном партнерстве с Евросоюзом. Здесь у нас дела очень плохи. Это на самом деле амбициозная повестка, которая должна быть заложена. Новый документ, который, как предполагается, рано или поздно будет подписан с Евросоюзом, это новая повестка нового партнерства. Да, этот документ давно обсуждается, но я не вижу, чтобы его подписание так стремительно приближалось. С июня ждем, когда же документ будет подписан. И здесь также есть множество вопросов. И третий вопрос, это вот на сегодняшний день, когда мы с вами беседуем, я не знаю, Ереван заинтересован в том, чтобы у нас остались гражданские наблюдатели Евросоюза на границе с Азербайджаном или нет, поскольку окончательного решения на этот счет нет. У меня нет сомнений, что заинтересованность есть со стороны Брюсселя, но у меня нет уверенности, что Ереван выдерживает все то давление, которое на него идет с требованием убрать этих наблюдателей. Но вы считаете их действительно важным гарантом? Я считаю их важным гарантом. Я считаю, что они могли стать еще более тяжеловесным гарантом, если бы Армения проявила решимость и предложила значительное расширение как мандата, так и количественного присутствия этих наблюдателей. Этот шанс, я думаю, у Армении был, сейчас он практически упущен, поскольку для более, скажем так, амбициозного мандата необходимо время. А времени остается очень мало, то есть до середины декабря, до начала рождественских каникул европейские чиновники должны уже принять решение. И в последний момент такие слишком уж амбициозные решения не принимаются. И надо обязательно коснуться, конечно, Грузии, да, предстоящие парламентские выборы в Грузии. Я также в последнее время, мы часто задрагивали этот вопрос во время интервью, вот на ваш взгляд, какой самый хороший и плохой сценарий для Армении, который может быть после этих выборов? Ну, самый хороший сценарий, чтобы не было поствыборных, значит, потрясений Грузии, поскольку это, наверное, самое худшее, что может быть для Армении. Но высказывая свои пожелания, наверное, мы должны оставаться в пределах реально возможного. А в пределах реально возможного это сохранение баланса, поскольку нам вряд ли нужно, чтобы какая-то политическая сила, не имея, да, такой очевидной поддержки большинства грузинского общества, вдруг получила слишком много полномочий. Но главное, чтобы тот расклад, который будет в новом грузинском парламенте, он предполагал дальнейшее взаимодействие Грузии с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, поскольку только этого, это открывает и нам перспективу двигаться в этом направлении, которое также таких привлекательных альтернатив не имеет. Понятно, что может быть и по-другому, но все-таки, учитывая и вопросы безопасности, и вопросы стабильности в регионе, и вопросы развития страны по всем направлениям, они могут быть решены, если Армения будет теснее работать с Западом. Спасибо за интересную беседу. Это был ключевой фактор на Factor TV. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова